Привет и всем предпраздничного настроения! Я решил сделать стрим. Пока буду чистить вот эту картошку. И тут еще морковка. Но этот стрим будет не морковки и картошки, а обо всем просто. Пока чищу, типа вот время появилось, и буду делать стрим. Расскажу, как дела и все такое. Вот сейчас вы слышите мяу от Багиры. Где она, кстати? Багир, ты где? А, вот она. Показать вам Багиру, как ваши делишки, как предпраздничное настроение. Смотрите, вот Багира. Багир, поздоровайся. Да, мяу. Готовитесь к праздникам. Привет, Артем. Я тут картоху чищу. Вот, мы уже начали... В Германии же как? В Германии праздники. Вам вообще меня слышно? Или мне громче говорить? Я, наверное, там дверь призакрою и буду чуть громче говорить. Мяу. Сейчас приду. Вот и я вернулся. Ты на работе кофе пьешь. Здорово. Мяу. Как вам меня слышно вообще? Вот если я так разговариваю, это не слишком тихо? Багира, тебя, я думаю, очень хорошо слышно. Вау. В Германии начались праздники уже 24 декабря. То есть это Рождество. Вообще считается 25-го, 26-го Рождество, да, первые и вторые рождественские дни. А 24-го, если переводить на русский язык, как бы, ну как, ну по-религиозному праздник называется Сочельник. В Германии этот праздник называется Святой Вечер. То есть тот вечер, когда родился Иисус. И именно в этот вечер уже, собственно, и празднуют. Именно в этот день, собственно, и говорят, всех с Рождеством поздравляют. И там верующие идут в церковь, а потом дарят подарки. Ой, то есть на Рождество дарят подарки в Германии, а не на Новый год, например. Ну и мы постепенно-постепенно приспособились к этому и решили, что что нам праздновать, что ли, только Новый год. Мы празднуем и Рождество, которое здесь, по местным традициям, когда дарят подарки, и дарим подарки, и Новый год тоже, и тоже дарим подарки. Вот. Так что у нас праздники начались уже три дня назад. Два. Двадцать што. То есть вот двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать што. Мы подряд празднуем. Вот. Первый день мы празднули с Катей вдвоем, ну, втроем, получается, с Пупсиком. А в следующий день мы пошли к нашим друзьям в гости. Вот, может быть, видели в сторе там, друзья, столько всего наготовили. Здорово. Так, молодцы. Привет, кстати, вам, друзья. Сергей, Андрей. Если смотрите, или потом будете смотреть. Очень вкусно было. Вот. Да, дня вчера был последний. Я принял последнюю таблетку антибиотика. А сегодня еще к нам придут гости. Да, Шасленый. Вот. Приходите, ждем вас, если вдруг вы это тоже включите. Очень ждем. Режем. Чистим картошку. Вот. А я, блин, как? Я же еще почему стрим хотел сделать, собственно. Такой просто атмосферный. Вот. Рассказать, как дела. Как дела? Потихонечку. Заживаю. Просто невероятно, на самом деле, что происходит у меня. Это просто пипец какой-то. Потому что, ну, сначала, во-первых, все мои операции, были такие, что, ну, осложнения меня все обошли стороной. То есть даже самое распространенное осложнение – это свищ. И его даже не было. Фу-ть-фу. Ну, как бы уже, в принципе, мало вероятности, что что-то такое может быть. Но никогда не знаешь, конечно же. Да, может, может. Вот. И всякие есть адские осложнения, конечно, тоже. Вот. Они тоже меня обошли. Ну, типа, как сужение канала. Вот. Ну, сейчас вот с этим насосом тоже такие дела, что я уже думал, сначала все выглядело хорошо, а потом крылся шов и выглядело плохо. И я подумал, ну, ладно, значит, это все-таки случилось что-то, осложнение, короче, которое очень распространенное. Инфекция, да. Но я должен, правда, сказать вам, что если посмотреть на статистику, понятно, отдельный человек – это не статистика. И кому-то же, если даже, например, знаете, в 99% все плохо и 1% хорошо, то кто это же? Какой это же человек будет этим одним процентом? В данном случае 70% вероятность каких-либо осложнений с этими насосами. Но кто-то же есть те люди, которые составляют 30%. Ну, я, если так подумать, я не попал под эти 30%. Я все-таки в 70% в том смысле, что все-таки у меня случилось осложнение. Вот. Но, по крайней мере, сейчас все идет на поправку. Тьфу-тьфу. Так, срезал. Тут еще куча зелени. Тут еще. Это я просто даже уже, ну, я реально подготовился, что, ну, не повезло и придется, уже придется доставать насос. Кто-то спросил, можно ли уже пить спиртное. Да, во-первых, можно уже пить спиртное. Я еще, может быть, вопросы не видел. Нет, вроде бы не было, да? Так, привет всем, помашу, помашу, всех, кого вижу. Не знаю, конечно, остались или нет эти люди, потому что я вижу, что смотрят пятеро. Всем привет, привет. Так. Дело в том, что я вообще-то загуглил насчет спиртного. Насчет спиртного я сейчас скажу, я просто договорю ту мысль, которую до этого начал. А вы пока напишите, кто откуда, кто здесь, как ваши дела, просто пару слов скажите. В общем, да, мысль была такая, что я сначала я так, ну, как и после всех операций, был средне спокойно настроен. То есть, просто не торопил свой организм и смотрел, как, просто, ну, смотрел просто потихонечку, ну, вот как он заживает. Ну, вот заживает потихонечку, да, то есть, делаю все, что от меня зависит, не тороплюсь и не боюсь, так сказать, такое среднее настроение, да. Вот. Ну, и оно все заживало. Когда что-то происходило, какие-нибудь там, например, когда я трубку носил в руке, там было небольшое легкое осложнение, что-то сильно довольно-то покраснение, например, было. И я такой, ух, ну, я как бы, у меня когда что-то происходит, я, да, я начинаю немного переживать, ну, сразу все знаю, пишу в форумах, например, ну, в группах на фейсбуке я записан, ну, являюсь членом этих группах, членом группах члена, а членах, вот, там задаю вопрос или просто ищу информацию, а было ли так у кого-то или например, у меня есть ватсап группа, в которой я записан, ну, привет, да, и я там тоже, например, вопросы задаю, или я врачам там пишу отдельно, у меня есть, с одним врачом у меня есть связь через фейсбук, она сразу, ну, она всегда отвечает, не сразу, но всегда. А другому я там и мою могу, например, написать. Сейчас я гляну, как там дверь, я просто чуть-чуть громче чуть-чуть говорить. Так, да, вот, я, наверное, вот так буду чуть громче говорить. Хабаровск, минус 20, ух, немного простыло, а так все окей, минус 20. Что будет с морковкой? Морковку варить будем, и гуся еще, нет, каково мы там, мы курицу будем запекать-то. Вот. Так, о чем я говорил? Да, ну, что я так, если что-то происходит, я, в принципе, ну, вот, принимаю определенные меры, там, задаю вопросы врачам и людям, или знакомым моим, с которыми я лежал в больнице, например, тоже их спрашиваю. Те, которые, например, на шаг или два, короче, впереди меня спрашивают, как было у них. В принципе, я ко всему всегда готов. А вот такое, именно конкретно, как у меня сейчас случилось, о таком я не знал, то есть про инфекцию я знал, но вот именно конкретно, вот когда шов расходится, или когда уже все спухло, да, а потом вдруг напухло, то есть я после второй операции проснулся, не было никакой набух... Как это говорит-то? О пухлости. Вот. А потом вдруг она случилась, причем еще и твердость случилась, то есть затвердел член, как бы, и я начал искать, что это может значить, и нашел информацию, что это как бы внутри... внутренние шрамы случаются во время заживления, и что это может привести к тому, что... ну, к потере чувствительности, к примеру, вообще-то. Вроде затвердение и, ну, такая твердость, это вообще прикольно, потому что у него же нифига нету плотности, потому что он состоит только из кожи, вот. Ну, и теперь плюс насос, соответственно, этот цилиндр. Но, да, я говорю о членах, а чищу при этом морковь, как-то интересно, наверное, да, выглядит. Про подарки чуть позже тоже скажу. Вот, да. В общем, я перепугался, когда узнал, что это затвердение, это нехорошо. Вот, тогда я сделал пост, в котором вы так много классных ответов мне написали, пожеланий. Вообще, так приятно было их все читать. На все ответил. Надеюсь, что я на все ответил, но я его и проверял. Вот, если нет, пишите, отвечу или знайте, что я очень вам благодарен. И реально, мне кажется, что это, ну, помогает, это заряжает позитивной энергией, это то, что нужно для хорошего заживления, восстановления. Так, морковка закончилась. Вот, и как бы, ну, реально повезло мне, мне кажется, потому что, ну, еще мне писали в личку много людей. Ох, это вообще не чистится. Много людей мне писали в личку, ну, что желают мне всего, и даже, даже там, целитель один написал, вот, что поработает. И мне кажется, это все вместе вообще супер, отлично помогло. Плюс мой собственный настрой и медитации. Вот, так-то я еще антибиотик принимаю, еще потом пробиотик начал принимать на всякий случай, чтобы восстанавливать флору кишечники. Так что, да. Насчет алкоголя я, короче, выяснил. Вообще антибиотики и алкоголь нельзя пить вместе. Да, почему? Потому что, я думал, ну, как бы, потому что антибиотики не будут действовать или, ну, просто, в принципе, это нагрузка на организм вообще-то. И, в принципе, когда принимаешь антибиотики, ты же не просто так их принимаешь, а потому что это, ну, потому что со здоровьем что-то не очень. И, соответственно, в это время еще и пить, это еще одна нагрузка дополнительная на организм. Вот. И поэтому не советуется. Но, оказывается, еще такая тема, антибиотики не сочетаются с алкоголем, потому что, там пишут, что, типа, вам и так плохо, а вам может стать еще хуже. То есть антибиотики же принимают, когда воспаление какое-то. Ну, вот. И, значит, короче, потом я набрал именно мой антибиотик и узнал, что именно его, именно с ним нет противопоказаний. В большинстве антибиотиков, наверное, на упаковках пишут или, ну, в описании пишут, что нельзя с алкоголем ни в коем случае, типа, а на этом нет. И я прочитал, значит, там было написано тоже так, вот, как я и сказал, что вам может похудшеть. А я такой, ну, мне вообще хорошо себя чувствуют. В общем, мы 24-го, что является вот первым и главным, по сути, праздником в Германии, то, что является сочельником, да, значит, выпили, значит, ну, бутылку вина распили одну. В принципе, не сильно, не сильно, сильно, не сильно алкогольную. Вот, так, мне нужен нож. Так, пока сюда в стороночку положу. И это. Пойдемте сходим на ножку. Вот, и знаете, что случилось? Короче, мне стало, ну, как-то тошно немного. Подтошнивать стало. Именно вот от этого, видимо, от этого сочетания алкоголя и антибиотика. В общем, вот, тоже что-то новое узнал, потому что, в в принципе, это, ну, я не делаю каких-то рискованных вещей, как бы я бы это не стал делать, если бы я не прочитал, что там нет противопоказаний. Вот, сходил за ножом. Ну, вот так. Так что это было неожиданно, потому что мне стало действительно не затошнило. Меня затошнило. Вот. Это интересный опыт, конечно. Да, спрашивали. Ну, теперь я уже все, как бы, закончил принимать антибиотики, и сегодня мы ждем гостей. Вот. Принято в Германии пить глинтвейн. Еще принято пить фойацаненболе. Это такой напиток огненный пунш. Он состоит из красного вина и рома. Мы не будем его пить. Просто так. Его поджигают, поджигают, короче, кладут сахар таким большим куском на решетку, ливают его ромом и поджигают. И потом он капает, ну, карамелизируется и капает в эту большую чашку, чашу, в которой, соответственно, уже намешано со всякими специями, апельсинами, корица такое, вот красное вино и ром тоже уже намешан. Привет, я МТФ Трансгендер, вдохновляюсь такими смелыми и при этом добрыми людьми, как ты. Спасибо, привет, приятно. Да, вот сегодня, что мы, сегодня мы, наверное, выпьем вина. Вот. А, насчет подарков, значит, спросили, что я подарил жене. В общем, мы как? На Рождество мы подарим друг другу подарки, и это будет... Подождите. Как бы на Рождество мы уже подарили друг другу подарки, потому что это было 24-го. На Новый год мы еще подарим друг другу подарки. Соответственно, я сейчас не скажу, что я ей подарю, потому что она уже может это случайно посмотреть. А если сейчас кто-то, наверное, еще и не смотрит. Ну, нет, кажется. Вот. Но есть такая тема, как адвентс календарь, то есть адвент календарь. Это такие дверцы. Это почти на весь декабрь. Это, короче, с 1 декабря по 24-го. По 24-е, то есть это до самого Рождества. И за каждой дверцей, может быть, обычно, что в оригинале, да, по традиции, там конфетки или шоколад какой-то. Вот. И мы это преобразовали и сделали, ну, подарочки просто друг другу, действительно. Я так понял, что мы маленькие подарочки друг другу дарим, а Катя в итоге мне большие подарочки понадарила. Голос приятный, как будто папа колыбельный напевает. Спасибо. Вот. В частности, я сейчас покажу вам один подарочек, который мне Катя подарила. Это вообще так прикольно. Это как бы, да. Сейчас покажу. Мы как это сделали? Вот так. Вот такие, например, вот такие вот коробочки, да, и на них цифры написаны, числа тут 18 и 12 написаны. А если подарок не помещался, то, например, вот такой вот как бы пакетик и номер. Вот. И, например, Катя мне подарила, и это ни в коем случае не реклама, пожалуйста, не засматривайте это как реклама. Вот. Это вот, вот эта штука большущая. Это, короче, тут написано мужская сумочка XXL. И там, короче, 12, 12 ли? 4, 6, 8, 8, 9, 9, 10. Да, 12, короче, бутылок различного пива. В общем, попробовать разного пива. Я люблю пиво. Вот. Что-то я сейчас очень много об алкоголе, получается, говорю. На самом деле, знаете, я, когда мы, когда мы, ну, задумали делать детей, мы до этого готовились, ну, как Катя предложила, такой момент очищения организма. Мы перестали пить алкоголь еще до того, как она забеременела. Если бы все папы на свете были бы такими, как Дима. Всегда было интересно узнать традиции зарубежных стран. В СНГ, как всегда, перлежное оливье и пьяные гопники. Да, ну, оливье я очень люблю, кстати, салат. И давно его уже не ел. И хочу на Новый год именно сделать оливье. А вот. А на Рождество сейчас у нас еще будет. Мы уже третий день подряд празднуем. Это вообще так классно. Ну, и так, в очень узком кругу, как бы сначала мы вообще сами празднули, потом мы у одних друзей, потом друзья к нам придут, другие. Вот, так что очень надеемся, конечно, не та самая... В общем, ограничиваем контакты из-за пандемии. Вот. И да, до того, как мы... До того, как Катя еще забеременела, мы только-только когда пытались, мы очень долго пытались, сначала еще до больницы, с одним знакомым пытались. Вот, забеременеть ничего у нас не получалось. Но еще до этого мы перестали пить алкоголь. И потом... Потом через где-то год мы потом пошли, обратились в клинику, и нам помогли забеременеть. И, соответственно, всю беременность тоже мы не пили алкоголь. Потом я просто, ну, как бы, как сказать, морально поддерживал Катю, чтобы, ну, как бы тоже... Иногда я делала исключения, я пил там с друзьями, например, но как бы мы старались это делать так, чтобы... Если Катя там почувствует, что я там уже ухожу на другой уровень, то тогда уходили уже, или там все, хватит уже бухать от того. Так что, в принципе, как бы, с одной стороны, я научился жить совершенно без алкоголя. То есть мы пили, например, вместе безалкогольное пиво, что прикольно. И, ну, я привык к тому, что, на самом деле, алкоголь совершенно не нужен для... Ну, не для чего. То есть для веселья, для радости, для того, чтобы раскрепоститься. Как бы это уже не нужно. Вот. Но, однако, я также... Я могу себе представить жизнь вообще безалкогольного, безалкоголя. Но я одна... С другой стороны, я соскучился, может быть, можно сказать, по такой культурной компоненте алкоголя или питья чего-то алкогольного. То есть именно вот... Я, кстати, не особый любитель вина, но в тот момент так держать бокал вина, да, и его там покачивать в руке. Но мне больше это с пивом, потому что мне больше нравится пиво, чем вино. Но есть безалкогольное пиво. Но это просто значит, что невозможно вот разные сорта каких-то разных, с разных, при разных пив пробовать и пить. Надеюсь, ваш ребёнок чувствует себя комфортно с такими адекватными родителями. Ну, а чё ему не чувствовать себя комфортно? Привет, привет. Вот, да. Так что... А ещё вот, что Катя мне подарила, это очень-очень крутой виски. Потому что, ну, как бы тоже... Я совершенно не знаток виски. Вот. Но знаю, что их очень много разных. В них есть три типа вообще. Ну, глобально, так сказать, да. Вот. И... Там можно всё узнавать. Это целая такая культура вокруг этого, конечно же, есть. Это всё понятно, что кому это нужно, так сказать. Но, с другой стороны, именно вот речь не о том, чтобы набухаться и лежать под столом, а вот это всё вокруг, да. То есть, например, там вот эти определённые бокалы и определённые камушки, которые кладёшь в морозилку, да. Камушки, а не лёд. Вот. Ну, это, блин, круто, да. Так что я ещё не пробовал этот виски. Но когда-нибудь, когда будет, соответственно, какой-то повод, и это не Новый год, тогда открою, посмотрю. Вот. Могу вам попробую. Могу показать, если интересно. Как это выглядит. Очень круто выглядит, на самом деле. Что я чищу? О, виски, крутая тема. Ну, я чистил картошку, чистил морковку, теперь я чищу редьку. Потом ещё буду чистить целый мешок морковки, картошки. И пока я всё это чищу, я с вами болтаю. Так что это такой атмосферный стиль. Вот, смотрите. Покажу вам. Вот это виски. Конечно, у вас перевёрнуто, но здесь написано Эберфилд. Эберфилди. Вискарь 12-летней выдержки. Так что мега крутой. И тут вот такая классная коробочка. Здесь написано виски. Виски кулинг стоунс, то есть охлаждающие камушки. И там два крутых, красивых бокала. Ну, стакана специальных. Вот такой у нас бар. И эти камушки я положил в морозилку. А вот, смотрите, знаете, кто это? Это мы с Катей. Это на 3D принтере распечатано. Так, я не буду отвлекаться, потому что очень много всего чистить. Вот. Что в итоге будет? То, что я чищу. На самом деле я чищу. Просто это для стола будет потом картошка, там, для курицы, овощи, собственно, морковка с редькой, собственно, тоже. Ну, и на гарнир будет картошка. У нас сегодня будет сель-порт шубой. И много рыбы нарезанной, разной, вкусной. Из русского магазина. Мы ходим к праздникам. Мы ходим именно в русские магазины. Накупаем там продуктов. Вот. Таких, ну, вы знаете, что на праздник. Потому что все традиционные блюда, которые немецкие, они как бы, ну да, но они не заводят они нас. Они как бы для нас не имеют такого значения, как русские блюда, к которым мы привыкли. Редьку не очень. Я тоже редьку не люблю. Морковку люблю. Классная статуэтка, да. Ностальгия на всю жизнь. Да-да, это тоже был подарок от Кати. Катя вообще такая мастерица, подарки делать прям вообще. Я не так хорошо умею подарки делать. Что я подарил? Да, меня же спрашивали, что я ей подарил. В общем, в этих дверцах много всякого было. Ну, разные сережки я ей дарил там. Что еще дарил? Она очень любит конфеты, так что еще конфеты дарил. Вот. На самом деле, блин, 24 двери, значит, 24 подарка было. Как-то так это пролетело так быстро. Вначале, знаете, время так медленно-медленно идет. Потом вдруг ба-бах, и все проносится быстро. Так, Редька готова. В Германии. Да, мы в Германии живем. Был буллинг в школе. В школе? В школе нет. У меня в школе не было буллинга. У меня был буллинг очень сильный. Вообще, я не ожидала, что такое может произойти. Во время учебы, когда я учился, обучался уже на фирме. Во время я учился в университете в высшем учебном заведении параллельно на инженера. И параллельно с этим я делал техническое образование при фирме. Может быть, кто-то слышал, такая фирма называется Тюссенкруп. Или Тюссенкруп по-русски будет звучать. Они делают сталь, делают лифты, ну, много всего, эскалаторы. Ну, вот конкретно этот, это завод, который производил именно сталь. И сталь в тонкие, в тонкие рулоны сворачивал. Толстые были куски стали, отливали. И тонкие такие рулоны, типа, выглядело, как туалетная бумага. И валики, огромные валики, через валик так проходил рулон, тонкий лист этого из стали, и делался еще тоньше. Вот на такой вот валиковой улице, можно сказать, или конвейере, тоже можно сказать, наверное. Не знаю, как это по-русски будет звучать. Я работал и обучался этому. Это техническое мое образование было. Два года длилось. И вот там был очень-очень адский буллинг. Я не ожидал, потому что это произошло уже, когда я закончил школу, я уже учился в универе, да, то есть, в универ вуз. Это было просто невероятно неожиданно, и происходило это не со стороны каких-то тупеньких, ну, тех, которые на техническом образовании, да, с нами учились, а это происходило со стороны студентов, да, образованных ребят вообще-то. Как с этим справиться моя одноклассница-мусульманка? Она травила на меня своих мусульман, они за мной следили, чтобы убить, но я до часа всегда попадала в школу, пропадала в школу, в школе из-за них. Знаешь, я... Чаще всего, когда ты становишься жертвой буллинга, нужно найти возможность об этом поговорить с кем-то, с кем-то, кто может защитить. Или хотя бы, в первую очередь, ну, тут же давление двойное. Во-первых, именно если ты боишься за свою жизнь, что нельзя, ну, как бы, нельзя на это легкомысленно смотреть, да, это нужно всерьез принимать. Нужно, конечно, принимать меры, то есть, может быть, найти кого-то, кто с тобой будет идти домой из школы, кто тебя... на двоих-то они не нападут. Вот. Во-вторых, вторая проблема при буллинге, это психологическая проблема, именно вот это давление. и вот, чтобы справиться с ним, нужно найти возможность с кем-то об этом поговорить. Вот. Даже если это не будет как-то... Даже если они, то есть, если есть страх, что если они узнают, то будет еще хуже буллинг, да, это же всегда... Поэтому все всегда боятся рассказывать, если... Ну, буллинг это тоже насилие, даже если это только словесное насилие, угрозы какие-то, да, жертв насилия, их объединяет одно... именно то, что они не говорят никому ничего. Да. И они это в себе держат, а если держать это в себе, то это еще больше накапливается, психологическое давление еще больше. Вот. Вообще-то нужно найти возможность рассказать причем таким людям, которые имеют над ними какое-то влияние, чтобы это прекратилось. Я, например, тогда... Глаза красивые, спасибо. Привет, Женя. Я тогда... Когда был буллинг, я... Ну, разные меры предпринимал. Сначала я пытался... Вообще-то сначала я это как бы игнорировал, не хотел верить в это, что это правда происходит, то есть как бы они... Я же не был аут, я никому не говорил там ни о том, что мне нравятся девушки тогда еще, ни о том, что вообще я трансгендер. Так что буллинг был совершенно не на этой почве, а просто как-то... Сложно даже мне сказать. я не очень, я не очень, наверное, естественно себя вел, я больше как бы был... Не, не знаю. Мне казалось, либо я должен быть предводителем группы, либо и меня тогда типа нет в этой группе. Группа состояла из пяти человек. Вот. Вообще, в принципе, была большая группа из двадцати человек, среди которых вот пять человек мы, студенты и пятнадцать человек. Пятнадцать человек, ну, ребят, которые не закончили высшую, ну, не закончили гимназию, закончили какую-то среднюю школу и после этого идут на техническое образование, обучение. И они были моложе. Им было по 16-17 максимум лет, а нам было по 23-22-23. Вот так. Мне кажется, буллинг часто непонятно почему. А в полиции с этими мусульманами с этими мусульманами разобрались. Так, твоя история все же тоже пример яркого буллинга. Да, ну, в общем, я не знаю, как это случилось. Так получилось, что, знаете, я думаю, скорее получилось это так, что два парня в этой, ну, нам пришлось очень тесно вместе быть всю учебу. Вот. И вместе задачи решать, например, мы должны были упражнения делать вместе. А я, я медленно читаю. У меня есть такая особенность. Я, правда, медленно читаю. Я когда читаю про себя, например, что-то, у меня происходит с той же скоростью, что и если я читаю вслух. Так происходило, что они прочитывали задания быстрее и уже начинали говорить гипотезы о решении. Вот. А я все еще читал. И так получалось, сложилось, складывалось, что, ну, так постоянно, на постоянной основе я ничего не говорил, потому что просто тупо не успевал, либо, ну, тоже думал, ну, и там, не соображал. Я себя чувствовал совершенно тупым, медленным, тупым. и я реально в конце концов уже думал, я не хотел бросать это обучение, но я думал, я искал способы, может быть, можно перейти на другую, другую фирму продолжать обучение. Представляете, снег в Германии, в Берлине, ну, у нас еще не было снега. Я слышал, что за городом где-то был снег. Я вам не смогу показать. Он такой, такой мелкий-примялкий, что вы не увидите, наверное. Класс! Кстати, знаете, я пожелала на Рождество снег, но так шутя. Ха, классно! Здорово! Да не получится. Давайте покажу. Надо гнуть свою линию всегда по жизни, да. Ну, вы, наверное, вам не видно будет. Может быть, на темном фоне. на темном фоне очень-очень мелкие снежинки, и они, правда, сейчас уже, по-моему, исчезают. Вот и весь снег, блин. Прикол. Вот, да. Короче, в итоге я что пытался сделать? Я искал возможность... я не знаю, как показать... как ты можешь показать свой снег. Я искал возможность... Сначала я просто пытался читать быстрее. Я им говорил, что я вообще-то читаю медленно. Они, типа, давали мне возможность дольше читать, но это было так неестественно, так неприятно, что, получается, как бы... Такие все прочитали? Все молчат. Ждут, когда я прочитаю. Ну, что, прочитал, типа? Ну, да, окей, прочитал. Ну, что, какие версии есть? Я себя так дебильно чувствую при этом, еще более дебильно, мне кажется. Вот. Да, и я сейчас дорасскажу просто эту историю. Потом еще я с ними напрямую разговаривал, говорил, что я чувствую, что вы меня это угнетаете, так сказать. Вот это помогло больше всего. Еще я говорил нашему главному главному учителю, декану, не знаю, как называется, мастеру, мастеру, там, на работе, на заводе. Вот. И он мне говорил, что, ну, давай, держись. То есть он тоже был умный мужик, он, конечно, не пойдет к ним там с какими-то угрозами или что. Вот. Ну, он сказал, что, если что, я тебя всегда поддержу. Давай. И так далее. Ну, как бы он меня морально поддержал. То есть это уже было не что-то, что я держал только в себе. Это было очень важно. В конце концов, он, ну, как бы им намекнул, что, типа, он знает, и он не хочет скандал устраивать. Так что давайте-ка возьмите себя в руки, будьте взрослыми людьми. Вот. Ну, это уже было под конец обучения. И, собственно, вот они и перестали. И все это, в общем-то, прекратилось. Потом мы учились вместе дальше в ВУЗе. Просто мы не общались вообще просто. Если пересекались, максимум привет, привет и все. Что-то я на негативные темы перешла. Вроде скоро Новый год, тут хроническую фоторестику включаю. Да-да. Давайте мы поменяем тему, посмотрим снег, да. В Москве все завалило, иду чистить двор. Классно. Кем я работаю? Я работаю... Я коуч. Вот. И скоро только им буду работать. Давайте посмотрим на снег. Ну, недолго, да? Сейчас я включу тебя. Так. Go live. Да-да, хорошо, когда есть кому рассказать. Ну, давайте уже перейдем на более веселые темы. Так. Привет. Сейчас окно открою. О-о-о, вот это я понимаю. У меня тут еще вот. На подоконнике? Да. И давно снег? Да, очень. А это где? Какой город? Челябинск. А-а-а. Блин, много у вас в Челябинске? То есть как-то так... Я имею в виду большой город, понятно, но просто так часто получается, что Челябинск... Вот я недавно взял интервью. Так ты со мной сделал интервью, привет. А с тобой? А почему у меня... А почему я тебя... Я не узнаю твой этот. Почему у тебя написано Шварц? У тебя же... Ты же Саня был. А это имя там написано. А это ник. А, ну так откуда мне знать? Все, понял. Вот. Клево. Такой у нас снег выпал. Классно, классно. Если хочешь, можешь тоже помахать. Ну, мне голова грязная, не хочу. Окей. Короче... Я могу... Рэй. Да, вот, Кися. Это Рэй и Кися Рэя. Которая... Это Стеша. Стеша. Вот. Мы с Рэем совсем недавно сделали видео на тему того, как удлинять ноги с помощью аппарата Элизарова. Так что... Да, я видео уже даже нарезал, но оно выйдет в новом году. Привет, Стеша. Она спит. Спит. Ну, кошкам, что еще делать? Мои вон тоже. Вон Суря. Сурь. Кажись. У тебя какая красивая, господи. Да. Шипучка. У нее много имен просто. Привет. Привет, Куся. 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 Ладно. Эфир кошек. И картошек. А что ты готовишь? Еще вон сколько. Агром. Снег. Да, снег. О, теперь снег. Пойдем. Покажу снег. Да. Это Рэй. Громковато. Наверное, давай я буду один дальше рассказывать. Хорошо. Хорошо, давай. А так включать? Сможешь отключить? А. Наверное, вот так. Сейчас. Нет, наверное, не знаю. Попробуй ты. Я тут на крестик нажимаю, ничего не работает почему-то. А, вот сейчас получилось. Я люблю кошек больше, чем собак. Как это мне? Видно вам снег? Черт. Может ли не видно? Немножко видно. А если так? Ох, воздух профладный, приятно. Да, я вижу, тот лечился, да. Должно было вам сейчас быть видно снег. Так. Да, отлично. Видно. Меня не слышно. А сейчас тоже меня не слышно. Сработало. Да, отключение сработало. Сейчас меня слышно. Окей. Да, что я готовлю? Просто картошка на гарнир будет. К курице. Как вы там вообще уже готовитесь к Новому году? Все закупили или в последний момент закупаете? Как у вас вообще с магазинами? О, какой сильный снег. Класс. Слышь, Катя, я же пожелал снег. Вот он случился. Вообще, на это Рождество, знаете, можно, это мое излечение. Я надеюсь, что это излечение тоже рассматривают как рождественское чудо. Вечно же в этих американских фильмах показывают, пропагируют такую тему, что Рождество – это время, когда можно загадать желание, и оно обязательно исполнится, и все такое. Я очень реально хотел, чтобы исполнилось мое желание с заживлением, и чтобы насос удержался во мне, не покидал меня. И снега я пожелал. Вот, ну, блин, не без вас, не без вашей помощи, мне кажется, что вот эта ваша поддержка, она реально мне много дала. Какая у меня самая большая мечта? Даже сложно ответить на вопросы. У меня, я даже не знаю, я могу ли сказать, что у меня есть мечта, у меня есть, ну, как, желание, это тоже самое, в принципе. У меня есть стремление, то есть цели, а желание или мечта – это чтобы, ну, как бы получилось их осуществить. По идее, мечта – это так и звучит, как будто что-то, что может исполниться только если… Я заканчиваю. Если ничего не делаешь, то есть как чудо какое-то, вот это типа мечта, да, а цели, как бы, ну, сам перенимаешь на себя ответственность за исполнение, и получается, тогда это уже и не мечта, и ты осуществляешь эти свои желания с целью. Так что вот. Ну, а цели у меня, например, хочу стать таким лайф-коучинг, которому не нужно, например, больше никаким другим образом зарабатывать, то есть никакая другая работа не нужна. Какая-то картошка вся уже того. Вот, хочу… Потому что мне на эту деятельность очень нравится разговаривать с людьми, помогать людям понять себя, полюбить себя, полюбить свою жизнь. Важно, какая она. Я уверен, убежден в том, что это возможно. Что вот именно, что нужно не мечтать просто, и ждать, что случится чудо, а именно находить свои цели и находить путь к достижению своих целей. Вот, а главное – это уметь быть собой, быть аутентичным собой, когда и будешь любить себя, и тогда уже весь мир вокруг. Вот, если можно сказать, то это, наверное, моя самая главная мечта, чтобы как можно больше людей смогли получить эту помощь через коучинг от меня. Вот, да, чтобы у меня была полностью возможность на это. Потому что если я работаю, то у меня меньше времени на это, да. Если я не работаю, тогда инженерам, тогда я недостаточно буду пока что. Понятно? На коучинге пока что недостаточно. Для того, чтобы нормально их семью прокормить, и квартиру платить и так далее. Не хочешь завести тикток? У меня есть тикток. В моих магазинах мёда как будто больше всего продают, чем всего остального. Надеюсь, что и это твоё желание сбудется. Спасибо. Не хочешь? Да, те, кто какую музыку любишь слушать, жанр. Для меня понятие мечтаю есть цель. И думать про нанесили. Мне нравится больше всего рок. Ну, вообще-то... Ну, такой акустический, например, рок. Ну, как бы я играю в гитаре тоже, собственно, оно и есть. Ещё мне нравится различного типа техно. Ой. Вот. Ну, там, не знаю, я сейчас не назову там течение, потому что раньше я вот отвлекался, смотрел, как что называется, и так далее. Сейчас просто больше по настроению тоже музыку слушаю. Часто слушаю просто фоново какой-нибудь музыки, типа, не знаю, для чего-нибудь что-нибудь, что-то что-то делаю. Вообще, в последнее время даже, собственно, больше аудиокниги слушаю, если что-то делаю. Или стримы веду. Такой ник, такой же, да, как у Ринсти. Ну, блин, у меня там всего есть парочку коротеньких роликов, которые я перепостил в инстаграме. Ну, что ж, ребятушки, дорогие мои, всё, я закончил чистить партоху и так далее. В Германии многие сидят на техно-музыке. Я такая же. Да, это так, это факт. Спасибо вам за то, что побывали со мной. Вот она гора начищенной, чистой, чистки картошки. Смотрите, вот она, ёлочка атмосферная. Всем прекрасного предновогоднего настроения. И закупайтесь поскорее, но не переполняйте магазин. Всем пока-пока.